Привет, дамы и господа! Сегодня мы сыграем на скинбоксе и майкс го и сравним, где получше дров. Итак, собственно говоря, ребятки, мы зашли на скинбокс и, как видим, тут есть даже ивент. Посмотрим, что это за ивент, то есть различные бонусы нас ждут. Ну и тут надо бонусы копить. И чтобы копить бонусы, нам нужно, чтобы кейсы хотя бы выдавали. И первое, что я вижу, это холодный кейс, стоит 88 рублей. И давайте же его сразу моментально откроем и посмотрим, что из этого выйдет. На самом деле, у ледяной уголь, нет, ну хотя бы нитро докати. Ну слушайте, он так летел к нитро и резко затормозил, это обидно даже, потому что я хотел бы максимально, чтобы сразу с первого спина какой-нибудь плюс файпик залетел, и мы видим Галил. Вот это, конечно, уже получше дроп. И последний спин сделаем в этом кейсе холодный. И летучие мышки, так прикольно. Мне нравится аниматься. Ну стой, ну стой, ну вот сейчас ты затормози, братишка. Ну куда ж ты летишь? Дальше у нас идет Лепрекон Кейс. Ну я не могу его не открыть, я уверен, что вы бы сами не воздержались от такого дизайна. И пожалуйста, ну ты мукау, ты мукау, ты мукау. Ну боже. Ну надеюсь, он хоть окупил, потому что это ужас будет, если не окупит. Ну почти. Ладно, смотрим, что есть еще у нас. Тыквенный, ведьма, садовник. Ну ведьму я сто процентов не смогу открыть, потому что чуть-чуть не хватает. А вот тыквенный, хэллоуинский кейс, почему бы и не попробовать? Потому что хотелось бы, чтобы... Да ладно. Ну нет, ну я так поверил, но это сотка, да, где-то стоит. Это минуски. А, даже меньше. Ну еще разок откроем. Ладно, я почему-то верю в этот кейс тыквенный. И он нам дает бенгальский. Ну аук, бенгальский, остановись. Я знаю, что он хотя бы окупит. А вот это что? Понятно. И у нас 184 рубля. На самом деле, холодный кейс. Откроем еще разок. Ну а я не вижу больше вариаций. То есть мы можем, конечно, полистать. Ну да, да, нож пролетит, конечно. Стой, 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 стой. Ну хотя бы тест. Или подождите, это хуже. А, так это хуже, скорее всего, было. Вот это мы, конечно, наколдовали. Кот в сапогах. Ну вот, давайте, пожалуйста, кот в сапогах. Что это у нас такое? Ну, 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 конечно, Бизон, да? Да, это Бизон. Ну, фулл анлак, что он так быстро перекатывает, что я не успеваю вас замечать. И, пожалуйста, вот сейчас прямо. Стой, калаш, калаш, стой, 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 стой. Ну, боль, конечно, 34 рубля. У нас все кейсы, это минусовые, ребят. Все буквально. И PlayStation нам остается открыть. Ну и что делать? Больше ничего. Стой, стой. Ну, ворониная сталь хотя бы. Ну, господи, это сколько у нас? 34. Ну, первый окуп, поздравьте меня. Поздравьте, мы уже на пути к первому окупу. Бизон. Стой, 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 стой. Ну и последний спин. И последняя надежда на то, хоть что-то нам выпадет. Ну, стой, стой, стой. Ну, хотя бы докатись, докатись. Ну, конечно. Как обычно, лучший промо Fire 1 стает тебе 30% к депозиту. Соответственно, мы зашли на сайт MyCosGo и у нас дает 954 рубля. А значит, можно попробовать сегодня начать с дефолтных кейсов. Не знаю, почему мне нравятся дефолтные, но я именно с них хотел бы начать. Но биткоин не дает мне этого позволить. То есть, я смотрю на кейс биткоин, и он говорит, партишка куда-то полетел. Да, он стоит 337 рублей, но при этом у нас первый спин. Ну, блин, ну, докатил бы до вулкана. Да, это круто! Окуп! Но если бы он докатил до вулкана, представьте, какой-то это плюс-вайп был бы. Но, к сожалению, вот такой вот мы видим. Но ничего страшного. Сегодня будет нам помогать открывать кейсу ручка, потому что, когда я держу ручку, у меня визуально, не визуально, просто успокаивается мозг. И таким образом мы будем надеяться на хорошенький дроп. Давайте USP all in. Сразу залетим сходу на бит, потому что он нас, так сказать, никогда не подводил. И мы посмотрим, что нам выпадет. Блин. Ну, кстати, один USP есть. Хорошо, я уже думал, пустой спин. Четыре куска лоэм. И дальше не останавливаемся. Дальше мы не останавливаемся. Сразу открываем реколл кейс, в котором могут выпасть перчи, поток информации USP и, конечно же, мисс нефт. Самый топовый дроп из этого кейса. Да, ребятки, конечно, зима уже потихоньку наступает. Скоро Новый год. И уже не верится, да, то, что уже 2025 год наступает. Казалось бы, 2023 только недавно, а уже 2025. И потом через 5 лет, да, ровно через 5 лет уже экспедиция на Марс первая по планам Илона Маска. И мне даже интересно будет наблюдать. Вы представьте, если еще сделать такую прямую трансляцию экспедиции на Марс. Если смогут, конечно, реализовать. Это будет невероятно интересно. И потом, когда нам предоставят видеоролики с Марса, это будет что-то нечто. Но, как я знаю, на Марсе очень холодно. Очень холодно. Если я ошибаюсь. Я очень плохо шарю за космос, но примерно где-то слышал, что там очень холодно. И интересно, как они будут справляться с этой задачей. Да, экспедиция будет, но я думаю, что там температура не прям смертельная. А то бы люди бы не решились бы полететь на Марс. Да, пока что у нас по кейсам все очень плохо идет. И пока что вайбек просто пооткрывать какие-нибудь сборки от MyKSGO. Да, вот они. М-ку, четверку обычную. Давайте пять штучек. Просто вайбек есть покрутить его. Может какой-нибудь Азимов, Вой. Хотя Вой не верю, потому что один раз в жизни выпадал уже. И достаточно хороший был выпуск. Но пока что нет. Пока что нет. 3500 остается и какой-нибудь Галил. Давайте вот Галил. Ну, почему бы нет конфетку какую-нибудь выпить? Либо... Либо... Ну, что тут еще может быть много чего интересного? Ребятки, прошу прощения. У меня синий экран смерти первый раз в жизни вылетел. И поэтому мы перезагрузились. И мы снова на пути к успеху. Так, я так понимаю, что вот этот кейс мы не открывали ни разу. Но я так чувствую, что как будто бы уже начало скамить. То есть, какие-то дропы выдала. Там Галил кейс вообще чуть-чуть окупил. И все. Поэтому давайте я предлагаю сделать поэнергичнее и технологичнее. И открыть какой-нибудь кейс по типу... Ну, запрещенный 10 штук. Если нам ничего не выпадет и не повезет, то, соответственно, вернемся на армейское качество. И хотелось бы что-то увидеть действительно крутое. Хотелось бы. Но мы только что... Пиксельный камуфляж. Подождите, что? Он может реально стоить 10 тысяч? Ну, хорошо. Я не против. Я не против такого дропа сайта, если что. Почаще бы такие. И биткоин. Изначально нашей целью планка была биткоин. И давайте же пробовать. Может быть, нам сейчас повезет. И какой-нибудь хорошенький дроп. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, нет. Это не то, что нам нужно. Но, тем не менее, это окуп. А после окупа что у нас идет? Плюс вайбик только. И пока что мы видим 6 тысяч. Найс, подождите. Я проскипал, думал, там ничего интересного. Поток информации. Да ну уж тебя. И 16 тысяч баланс. Скори Найт просто плачет. И говорит, открой меня, открой меня. А мы тебя откроем, друг. Ладно. Вот это было обидно. Вот это было максимально неожиданно. И давайте еще разок откроем. Пожалуйста, фастиком. Выдай какой-нибудь дроп. Ну, нет. Ну, ты шутишь. Ну, ты шутишь. Понятно. 5 тысяч у нас на балансе. Но лин глок. Я не знаю. Уже нет смысла, наверное, крутить кейсы. Надо было лин пойти. Потому что мы слишком много подняли. И в моменте все быстро слили. Да ну тебя. Ну, серьезно? Настолько пустые спинчики будут? У-у-у. Найс. Ладно, ребят. Под конец выпуска все-таки два сумеречных клока выпадают. Всем спасибо за просмотр. Как видим, на мой CSGO дроп сегодня был намного лучше. И всегда есть. Субтитры сделал DimaTorzok